Руководство Якутска совершило традиционный объезд города. Внимание сегодня обратили на реализацию программ «Цветущий Якутск» и инженерные решения. Представители мэрии ознакомились с четырьмя разработками. Это мобильный пункт весового контроля транспорта, ямочный ремонт дорог при помощи инфракрасных лучей, биологическая очистка озер и экологическая парковка. Все подробности у Саргыланы Захаровой. Наболевшая проблема Якутска, да и большинство городов России, плохие дороги, крупные и глубокие ямы, нередкость даже в центре столицы. Одна из причин для разрушения дорожного полотна – превышение допустимого веса большегрузным транспортом. Проблемы предлагают решить мобильными пунктами весового контроля. Из года в год у нас вводится ограничение на движение большегрузного транспорта в период оттайки грунта, когда у нас максимально ломается дорожное полотно. И данная установка позволит нам проводить контроль именно в части весового ограничения. Мониторка превышения веса на дорогах влияет на их качество. Дороги будут портиться, а ремонтные работы продолжатся. Всем известный ямочный ремонт, который проводят ежегодно в столице, иногда дает совершенно противоположный ожидаемому результат. На месте выбоинка являются кочки. Резиденты некоммерческого объединения «Спутник» решили эту проблему ремонтом при помощи инфракрасного луча. Таким образом, растопленный самой ямой асфальт лучше принимает форму и в конечном результате не имеет крупных швов на стыках. Также такая технология не требует больших затрат, так как в ремонте используют старый асфальт. Однако пока разработку применяют только на дворовых дорогах. Другой проект, который также заинтересует столичных автолюбителей – экологическая парковка. Это первый газон, на котором вполне законно и без вреда для окружающей природы можно припарковать любую машину. Вся технология данной парковки заключается вот в этой решетке. Вот эта газонная решетка, она не позволяет повреждаться корневой системе травы. Из-за этого трава, в общем, чувствует себя достаточно благоприятно и растет в себе и радует наш глаз. Очень интересные технологии, ну, возможно, даже они кое-где и спорные, потому что требуют еще, наверное, изучения. Тем не менее, это все очень интересно. Также, как отметила советник главы, работа по поддержке таких инновационных решений для благоустройства города будет продолжена, а те проекты, которые покажут лучшие результаты, в дальнейшем поддержат не только администрации, но и инвесторы. Саргалана Захарова, Джуль Березкин, МВК Саха, Якутск.